Всем привет! Вы на канале Евроферма. Здесь мы не только занимаемся животноводством, но еще и готовим отличные блюда. И сегодня мы приготовим шашлык. По традиции, пока наша печь разогревается, мы приступим к маринованию мяса. Сегодня мы будем готовить свиной окорок. Куски наши получились примерно вот такие, сантиметра два толщиной и вот такого размера. Отправляем их в чашку. Один из самых важных ингредиентов маринования мяса, это, конечно же, лук. Сейчас мы его нарежем. Все, кто готовит шашлык, обычно лук очень мелко режут, чтобы было больше сока. Но я хочу, чтобы мясо замариновалось немножко побыстрее, чем обычно, поэтому пропущу весь лук через блендер. После того, как лук мы добавили к мясу, добавляем соль. У нас два килограмма мяса, я думаю, потребуется две с половиной чайной ложки соли. Ну и, конечно, куда же без него, без молотого перца, свежемолотого. В принципе, основные ингредиенты мы добавили мясо, лук, соль и перец. Но есть еще один необходимый ингредиент, он добавит вкуса, мясо будет больше похоже на шашлык. Это кориандр молотый. Можно брать немолотый, самостоятельно его молоть, но в данном случае у меня сегодня молотый. Добавим кориандр. Четкого рецепта, сколько нужно добавлять кориандра и всех остальных специй не существует. Все это на ваш вкус. Я люблю, когда кориандр немножко чувствуется, поэтому добавил его чуть-чуть побольше. Ну и теперь, когда все наши специи и мясо в одном месте, нужно все тщательно перемешать и оставить мариновать. Приступаем. Ну и теперь остался один из самых важных моментов. Помимо жарки мяса, нужно оставить его промариноваться. Примерно 30-40 минут будет достаточно. Нужно поставить мясо в холодное, в прохладное место. На данный момент у нас везде прохладное место, поэтому просто оставим его на столе. Конечно, мясо можно мариновать и сутки, кто-то оставляет мясо на ночь, но смысла в этом никакого нет, потому что мясо имеет структуру губки и все специи, которые мы в него добавляем, они проходят в мясо, маринуются достаточно быстро. Прошло около 40 минут, даже чуть больше, и мы готовы жарить наш шашлык. Берем мясо и убираем лишний лук, потому что он зажарится и будет не очень вкусно. Конечно, весь убирать не обязательно, но основные части нашего лука мы уберем. Ну и теперь отправляем наше мясо жариться. Очень важно начинать жарить мясо, когда угли уже немножко покрылись пеплом. Если они будут красные, то мясо просто-напросто сгорит. И еще, друзья, важный момент, не нужно мясо переворачивать слишком часто. Первый раз мясо переворачиваем через несколько минут, когда на нижней стороне нашего шашлыка будет небольшая золотистая корочка. Когда мясо выглядит вот так, нужно перевернуть решетку. И теперь, когда золотистая корочка есть с двух сторон, переворачиваем мясо каждые несколько минут. Друзья, очень часто в интернете можно найти видео про шашлык, где говорится, берем свинину, марину и мы жарим 20 минут. Я думаю, что это совершенно неправильно. Вся свинина разная, тем более режем мы ее тоже разным размером. Поэтому никакого временного отрезка я вам не рекомендую. Как готово, так готово. Вот сейчас я смотрю, самый толстый кусок у меня, который есть, я его разрезал, он готов. Значит, все остальное тоже готово. Сейчас я вам это покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...